Мы купили с рук обычный комод из ЛДСП. Идея переделки комода возникла еще до того, как я нашла подопытного. Нужно занести его домой, собрать и показать вам, каким комод был изначально. Вот такой комод мы нашли. Согласитесь, выглядит он не очень. Но у нас такая крышесносная идея на его счет. Вы точно будете в шоке, что из этого получится. Я Катя Панкова, и мы начинаем. Первым делом мы отправились на поиски декора для нашего комода. Нашли маленький магазинчик, в котором было все. И всевозможные ножки разной длины и формы. И декоративные накладки, при помощи которых можно очень круто обыграть фасады тумбы. И фигурные раскладки из МДФ. Взяли все необходимое и отправились домой. В основе нашей идеи лежит то, что комод должен стоять на высоких, красивых резных ножках. Мы искали различные варианты, остановились на вот этом. Мне он очень понравился. Но, к сожалению, его не оказалось в наличии. Мы решили приехать в магазин, посмотреть все своими глазами и примериться. По итогу остановились на вот таком варианте. Преимущество этих ножек в том, что мы сможем регулировать высоту, отрезав лишнее. Если в этом будет необходимость. Также здесь сверху прямоугольные грани, которым мы сможем состыковать брус. И сделаем надежное основание для нашего комода. Примерив ножку комоду, посоветовавшись, мы решили, что стоит все-таки отпилить нижнюю часть. Узнаете инструмент? Все приехало к нам. При распиле фигурной ножки мы столкнулись с проблемой, что она заваливается. Спил получается под углом. Мы подложили картонку под ножку и на глаз казалось, что угол ровный. Значит, можно пилить. Решили свериться, ровно ли я отпилила. И мы нашли проблему. Ножки-то все разные. Как их мерить? Придется подбирать схожие пары. Сверяю с брусом для основания и делаю отметку, где нужно отпилить лишнее. Ориентируясь на метку, откладываю такое же расстояние на всех ножках. Можно отпиливать. Мне кажется, у каждого в жизни бывает, что ты встал не так, потянулся неудачно, в спину вступила. И тут ты принимаешь волевое решение, что пора заняться собой. Пока не передумал, тут же покупаешь абонемент в тренажерный зал. И сходишь ты туда в лучшем случае пару раз. Что делать на тренажерах, непонятно. На групповых занятиях скучно и слишком много народу. В итоге надоело, передумал, нашел место получше. И далее по списку. Прекрасно вас понимаю. Больше не нужно ограничивать себя одним местом. Ведь есть единый абонемент с заботой о себе. Фитмост. Фитмост это не просто доступ к разным фитнес-залам. Это большой выбор активностей. Спорт, отдых, развлечение и бьюти-процедуры. Можно попробовать себя в боксе. После расслабиться на массаже и уделить время красоте. Сходи в косметологу и на маникюр. А еще там много творческих направлений, где получится найти новое хобби. Живопись, лепка из глины или может быть игра на гитаре. Самое главное, работает это все максимально просто. Один раз платишь за абонемент и ходишь в разные места. Их более полутора тысяч в 17 городах России. Все. Не нужно шерстить интернет, звонить куда-то, узнавать расписание отдельных студий. Ну, очень удобно. А еще заниматься по фитмост выгоднее, чем бронировать разово. Экономия на спорте, отдыхе, развлечениях и бьюти-процедурах получается до 30%. Так, массаж, класс йоги, маникюр и занятия по лепке из глины по фитмост обойдутся вам 8 тысяч рублей. А если покупать это отдельно в самих студиях, то у вас получится около 9,5 тысяч рублей. Согласитесь? Ощутимая разница. А чтобы решиться на первое занятие было еще проще, отсканируйте QR-код на экране или перейдите по ссылке в описании и получите до трех первых занятий по фитмост бесплатно. Занимайтесь тем, чем хочется. Занимайтесь с удовольствием. Делаю замеры ножек, ширины и глубины комода, чтобы вычислить длину бруса для основания. Когда все размеры ясны, можно распиливать брус на необходимые детали. Начинается самая нудная работа. Нужно сделать разметку на ножках и брусе под шканты. У нас есть кондуктор для этого, но не хотелось искать его в многочисленных коробках. Пришлось делать замеры линейкой. Когда места для шкантов отмечены, можно сверлить отверстия под них. Решили собрать нашу конструкцию на сухую, потому что я себе не доверяю. Наверняка что-то придется переделывать. Барабанная дробь. Представляете, отверстия сошлись. Правда, пришлось сделать их поглубже, чтобы шканты поместились. Еще пришлось подрезать уголочки у бруса, чтобы они не мешали стыку под углом 90 градусов. Теперь точно все сойдется. Можно склеивать нашу конструкцию. В прошлый раз стягивали все веревкой. Сейчас наша ременная струбцина приехала и с ней, конечно, гораздо удобнее. Классная штука. Ну что, всю ночь наше основание сохло. Я думаю, можно уже его разбирать. Да нет, я даже вчера на него вставала. И вот, что у нас получилось. Мне кажется, прям чудесные ножки. И хорошо, что мы отрезали нижнюю часть. Они очень органичные и симпатичные теперь выглядят. Останется его зашлифовать и можно покрывать краской. Оставим пока в стороне наше основание. Займемся комодом. Серьезно? Направляющие на гвоздях. Кто такой умный? Они, наверное, склеены. Ну, наверное. Ну, хреново склеены еще. Обратите внимание. Просто вообще... А нет, смотри. Возможно, они на деревяшке держатся вообще. Неудивительно, что они так криво встают в сам комод? Ой! Такого мы еще ни разу не встречали. Ну что, давайте разбирать эту красоту. Посмотрим, из чего она состоит. Слушай, мне кажется, это вообще самодельный. У меня такое ощущение? Есть. Вот конфернатор. Эти ручки нам точно не пригодятся. Избавляемся от них. Решила подписать детали. И это было правильным решением. Все фасады стоят на разном уровне. Потом мы бы не собрали все это обратно. Изначально я хотела не разбирать ящики, но увидев, как они собраны... Это вообще порнография какая-то, честно говоря. Ну что это? Косовый пилот какой-то. Как так можно было? Я не знаю. Приняли решение разобрать и переделать. Пришлось выбивать и выкорчевывать все гвозди. Паша разобрал весь комод до конца на детали. Для начала я решила хорошенько отмыть все детали по отдельности, потому что комод был засаленный и пыльный. Для перекраски поверхность должна быть идеально чистой. При окрашивании ЛДСП очень важно позаботиться об адгезии, то есть цеплении материалов. Чтобы краска лучше держалась, нам нужно заматировать поверхность. Это сделать можно при помощи шлифовки. Если у вас есть шлифмашинка, то хорошо. Если нет, не переживайте. Это достаточно просто сделать будет и вручную. Необходимо лишь избавиться от блеска на поверхности. Этого будет достаточно. Заодно отшлифуем и основание комода. Фасады мы хотим преобразить при помощи фигурной раскладки из МДФ. Поэтому я делаю разметку на ЛДСП, чтобы определиться с месторасположением молдингов. Решила сразу зашпатлевать отверстия в фасадах. Пока будем заниматься молдингами, шпатлевка подсохнет и можно будет подложить второй слой. Заодно зашпатлюем стыки и на основании комода. Готовимся к распилу. Тут самое главное правильно угол задать. Молдинги не симметричны, так что класть их на торцовку нужно с определенной стороны. Можно было бы поставить упор и не отмерять каждый молдинг отдельно, но в квартирных условиях мне проще сделать все на глаз. Клей молдинги на монтажный клей. Самое главное прочитать инструкцию на упаковке и понять, подходит ли тот или иной клей для склеиваемых материалов. Нужно хорошенечко прижать. Для молдингов этого будет достаточно, никуда они не денутся. Гвозди не нужно использовать. От лишнего клея важно избавиться сразу, пока тот не успел засохнуть. Первый фасад я декорировала одна и на это ушло достаточно много времени. Я потратила на один фасад 15 минут. Потом мы решили клеить молдинги вдвоем и это было отличное решение, потому что так мы справились очень быстро. Для столешницы мы тоже купили молдинг, только угловой. Он увеличит размер столешницы и добавит красивые изгибы. Это отлично будет сочетаться с ножками и фасадами. Когда монтажный клей высохнет, нужно заделать все щели шпатлевкой. Я делаю это при помощи клея шпатлевки, он не трескается и с ним легко работать. На фасадах тоже обязательно нужно закрыть щели, чтобы молдинг выглядел как одно целое вместе с фасадом. После высыхания шпатлевки избавляемся от лишнего и зашлифовываем стыки. Готовлю все детали к покраске. Изнутри не буду целиком закрашивать стенки комода, поэтому приклеиваю скотч, как ограничитель. Так и работы будет меньше и краски уйдет тоже меньше. К сожалению, моей любимой краски дюлок с мебель и дерево не было в наличии, придется использовать другую комбинацию. Адгезионный грунт и акриловая краска для мебели. Из-за грунта сроки увеличиваются на один день. Основание из дерева можно было бы не грунтовать, но я делаю это для того, чтобы краски впоследствии ушло меньше. Грунта у меня много, а вот краски впритык. Покрываю грунтом все детали комода. После нужно оставить все это сохнуть и наносить слой краски можно будет только на следующий день. После первого слоя на дереве. ИМДФ поднимается в ворс, и его нужно обязательно убрать. Сделать это можно при помощи обычной губки для посуды, на которой есть прослойка скотч-брайта. Достаточно хорошенько потереть поверхность, и все неровности уйдут, а лакокрасочное покрытие останется на месте. Ну и наконец, самое интересное, какой же цвет я выбрала для этого комода. У нас было три варианта оттенков. Это черный, бургунди и серо-голубой. Всеми этими вариантами я делилась с вами в нашем телеграм-канале. Там вы выбирали понравившиеся. Также я показывала, из каких вариантов мы выбирали ножки и ручки. Мне, честно говоря, даже интересно, у кого-то сложилась та самая картинка, которую выбрала я. Если среди вас есть такие, обязательно пишите в комментариях. Но если вы вдруг по какой-то причине до сих пор не подписаны на наш телеграм-канал, советую срочно это исправить. Потому что помимо «За кулисе», там я показываю огромное количество вдохновения, рассказываю, как сделать ту или иную вещь своими руками. А в комментариях у нас большое сообщество, где вы делитесь друг с другом советами, своими реализованными проектами, поддерживаете друг друга и меня. Так что все ждем вас там, чтобы наше сообщество стало еще больше и интереснее. Ну и, наконец, возвращаемся к цвету. Мы выбрали цвет в бургунде, хотя бы потому, что никогда ничего подобного мы еще не делали. Я думаю, что он отлично подойдет к нашему комоду. Но это не единственный цвет, который будет в комоде. Внутри у нас будет вот такой бежевый оттенок. Ну, согласитесь, классное сочетание. На фигурные элементы очень удобно наносить краску губкой. Если вы часто красите и до сих пор у вас нет вот таких пирамидок для покраски, срочно нужно исправить эту ситуацию. В описании оставлю на них ссылку. Стоит копейки, а пользы на миллион. Фасады тоже губкой крашу, но в последующих слоях буду комбинировать еще и с валиком. Чтобы этот цвет лег плотно, мне понадобилось 5 слоев краски. Для такого сложного цвета нужен грунт заколерованный в цвет, либо другая краска. А вот со светлым оттенком проблем у меня не было. Тут достаточно было двух слоев, как это обычно бывает. Каркас ящиков мы уже перекрасили. Теперь они у нас будут красивые. Но вот дно выглядит вот так. Согласитесь, не очень солидно. Я считаю, это нужно исправлять. И исправим мы это очень просто при помощи обоев. Обои я подобрала нейтральной в полосочку под тону, подходящей к цвету ящиков. Обои клеить будем на обычный клей для обоев. Развожу его в небольшой таре, пусть настаивается. А мы пока подготовим полотна. Согласно инструкции на обоях, клей нужно наносить непосредственно на сами обои. Так и делаю. Разглаживаю обычным резиновым шпателем. Лишнее можно сразу обрезать и, если необходимо, местами подклеить. И все, оставляем сохнуть. За три дня непрерывной покраски нон-стоп я слегка вымоталась. Поэтому оставшиеся обои доклеивает Паша. После того, как обои высохли, я покрываю их лаком, чтобы защитить от истирания. Также лаком я решила и защитить столешницу. Использую акриловый лак для мебели. Ну что, все детали готовы. Можем переходить к сборке. Ящики Паша пересобирает, соединяет на два конфирмата. И делает их ровными. Но, к сожалению, это нам потом аукнется. Видимо, кривизна ящиков была неспроста. Но пока мы ни о чем не догадываемся. Дно я прибиваю на те же самые гвозди. Ох, как же он похорошел. Согласитесь? Переходим к фасадам. Делаю разметку для будущих ручек. Ручки мы выбирали еще тогда, когда у нас даже не было выкрасов цвета. Я просто знала, что это будет бургунди. Сперва я сделала выбор в пользу вот этих лаконичных ручек. Мне казалось, что они сбавят обороты помпезности комода. Но Паша меня переубедил в пользу золотых ручек. Потому что золото с бургунди сочетается идеально. И вот они, наши новые ручки. Шлифованные, красивого латунного оттенка. Они идеально подойдут. Болт от ручки придется спрятать с задней стороны фасада. Потому что у нас ящики из четырех стенок. И длины болта на две толщины материала не хватает. Ой, мне уже так нравится. Продолжаем сборку. Мы купили новые направляющие. Пришлось брать роликовые, потому что шариковые не влезут в зазоры. И это добавило еще сложности в работе с ящиками. В те же отверстия эти направляющие уже не встают. Паша собирает каркас на конфирматы. Наконец мы можем установить комод на ножки. Мне кажется, это прекрасно. Крепим комод к основанию тоже на конфирматы. Сейчас, когда мы находимся в процессе сборки нашего комода, мне захотелось сказать пару слов, пока эмоции свежи. Мне очень нравится то, каким получается этот комод. Вот он выходит ровно таким, каким я его задумала. Мне очень нравится сочетание цветов, формы, абсолютно все. И в тот же момент мне очень не понравилось качество покрытия. Я намучилась с этой краской в момент нанесения. В результате она полосит. Мне не удалось выровнять поверхность так, чтобы не было заметно полос от валика. И что самое главное, сейчас в момент сборки у нас появилось очень много сколов в краске. Это не просто царапины, а именно сколы. Краска откололась от поверхности. Конечно же, я это все подкрашу, это все поправимо, но осадочек остался. Я в который раз убеждаюсь, что самая лучшая краска для мебели, особенно для переделок мебели, это дюлокс мебели дерева. Вам не нужно грунтовать предварительно поверхность. Эта краска грунт, с ней очень легко работать, и она отлично себя зарекомендовала. Я с ней перекрасила очень много мебели и сделала мебель с нуля, и все отлично держится. Так что в телеграм-канале я оставлю номера цветов и дам ссылку именно на ту краску, которой я доверяю и которая не подведет. Ну а мы будем дальше собирать наш комод. Мы так намучились с ящиками, они вообще не хотели вставать на место. Все в крифе в кось. В идеале нужно подрезать ящики и снова их пересобирать, и ставить шариковые направляющие. Но мы попытались исправить ситуацию, отделавшись меньшей кровью. Осталось лишь прибить заднюю стенку. Вот такой результат у нас получился. Как вам? Я в восторге. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok